Добрый день, дамы и господа! Сегодня не получилось у меня записать лекцию-разбор, которая проходила в это воскресенье, то есть 6 декабря 2015 года. Заключила у меня программка, поэтому ничего не записалось, и никто тоже не записал. Чтобы материал не пропадал, хочу все же его как-то выложить, преподнести вам, уважаемые слушатели, и поэтому решила записать в оффлайн-режиме это, без какого-либо интерактива, к сожалению. Поэтому, возможно, получится не так интересно, потому что все же, когда люди проявляют активность, пишут свои ответы в чат, какие-то свои варианты предлагают, то, что они сами, например, когда разбирали, увидели, как-то происходит все это намного интереснее, намного живее. Тем не менее, постараюсь рассказать почти так же хорошо, как рассказал в это воскресенье, опять же. Так что приступим. Разбирал я три партии. Две партии с чемпионата Украины и партию Гобарона чешского. Немножко о турнирах сразу расскажу. Чемпионат Украины, то есть высшая лига, играет 8 человек. То есть каждый тур играет 4 партии, круговик. Выиграл Андрей Кравец этот турнир. На втором месте оказался Дмитрий Богацкий. И на третьем месте Артем Кочановский. Немножко неожиданно для меня была такая расстановка. Не ожидал я, что кто-то сможет потеснить Андрея и Артема на первом и втором месте. Кто именно из них займет, какое было у меня не совсем понятно. Но был почти на 100% уверен, что первый и второй поделят именно они. Тем не менее, Дмитрий Богацкий очень сильно, очень хорошо сыграл. Показал очень достойную игру, очень приличную, красивую. В то время как у Артема в воскресенье игра чего-то не залазилась. Он проиграл первую и вторую партию. Не знаю почему, может быть не выспался. И что хочу отметить, украинцы молодцы. После каждого тура все участники выкладывают свои партии на форуме, ссылку на который вы видите. То есть всего было сыграно 28 партий. Из них минимум 24, возможно я парочку просто пропустил. 24 было выложено на форум. То есть все есть, материалы предоставляют. И это, на мой взгляд, очень интересно. Очень познавательно. В то время как, например, у нас в чемпионате России было сыграно 88 партий. Транссировалась, конечно, половина на КГС. Но тем не менее, то есть КПД 50%, украинцев больше 85%. Так что, с этой точки зрения, я думаю, нам стоит у них поучиться, нашего братского народа. Мне кажется, очень взвешенно, логично и правильно делают тем, что делят своими партиями. Они дают возможность будущим поколениям изучить себя, чтобы знали, как их обыгрывать. И немножко по КО-барону тоже хочу сказать. Очень интересный формат проведения. Есть лига претендентов. Играет также Курговик. Или не Курговик. Нет, не Курговик, а Макмагон. Играет Макмагон. Определяется один претендент. И претендент играет в финале с обладателем титула прошлого года. И разыграют между собой они унцию золота. Напоминаю, что унция это порядка 30 грамм. И порядка 1000 евро стоит одна унция золота. У нас, соответственно, победитель получает две унции, проигравшие одну. Финал играется в формате Best of Five. То есть надо выиграть три игры, чтобы стать обладателем титула. И, как мы все прекрасно знаем, большая часть игр, большая часть турниров определяется одной партией. Это Илья Шакшин-Александр Диннерштейн. Не все, конечно, но 80%, может быть, даже больше, определяется именно этой партией. И это нам ясно говорит о том, что разница достаточно большая между нашими ведущими игроками и всеми остальными. И, на самом деле, было бы очень интересно также увидеть серию игр между Ильей и Сашей, например, также до трех побед. Мне кажется, это было бы здорово, привело бы много зрителей. Особенно, если бы они потом высказали свои комментарии. Но, конечно, не знаю, будет ли у нас когда-нибудь такое, но это было бы здорово, с моей точки зрения. Серию игр в Кобароне играл между собой Лукаш Патпера и Андрес Силт. Лукаш очень перспективный игрок, на мой взгляд. Обучался также в Китае, где сейчас обучаются Тимур Санген, Гриша Фионин и Ким Шахов по той же программе. То есть растет, достаточно молодой, по-моему, 20 лет ему, плюс-минус один. То есть все у него еще впереди. Он уже недавно был очень близок от того, чтобы стать Европро. Еще в 2014 году был в одном шаге. Играл он последнюю партию с Али Ябарином. Если бы он выиграл эту партию, то он бы стал про. А так стал про Али Ябарин. То есть уже тогда, пару лет назад, он был очень близок. И думаю, что в следующем году, то есть в 2016, у него есть абсолютно все шансы, чтобы стать профессионалом европейским. Тем более самые сильные игроки уже стали про. Так что на 90% уверен, что в 2016 году у него все получится. Так, ну ладно, о той партии немножко попозже. Расскажу вам про партию Артем Кочуновский и Дмитрий Богацкий. Белыми играет Артем, черными Дмитру. Партия получилась очень интересная. Обучался Дмитрий в Китае, Дмитру. То есть у него японский стиль, это сразу станет понятно. Много хаси, все так на влияние. Создание мойо. Время, как Артем играл намного более территориально. Здесь сразу же показалось мне, что это ошибка. Потому что получился вот такой результат. Давайте его сравним с тем, что считается однозначно в пользу черного. То есть какой у Фусеки. Дальше считается такой ход ошибкой. Потому что следует сразу за ним такое распространение. Шимари снизу справа хорошо работает у черных. И дальше черный получает такую же формацию сверху. Как получил, по сути, Дмитр против Артема. То есть очень хорошо все это смотрится. Большой потенциал сверху. Справа белый все еще зажат. Может легко попасть под атаку. Шимари, опять же, работает просто идеально. И в партии получилось, наверное, даже немножко хуже за белого. Также очень мощная формация. Ну, немножко камень К4 может смотреться странно. Но он, тем не менее, помогает. Вот, и белый очень сильно зажат. При этом формация сверху уже, ну, очень мощная. Белый упрыгивает, защищается. Черный тут же защищается сам. И у белого нет выбора. Нужно ему нырять в угол. Потому что если в угол не нырнуть, сыграть, ух, хотя бы просто здесь какари. То белый сыграл попадает под атаку. Очень сильную. И в итоге получается, что и А, и Б. Какие-то полудохлые. И получится разделяющая атака. Очень неприятный результат. Вот если же просто здесь не играть. Сыграть где-то в другом месте. Вот, то такой ход становится, ну, слишком большим. То есть все вот это. Ну, уже, ну, очень похоже на территорию черного. Вот, а это слишком много, чтобы это допускать. Поэтому ход здесь один. Вот так же в разборе Виктор Иванов предложил такой ход. Ну, мне кажется, он немножко похожий. С точки зрения, что все равно Дмитр строил бы влияние. Получилось бы что-то типа такого. Ну, и похоже на партию. Так что либо прилипание, либо сан-сан, в принципе, нормально. Вот, дальше так же в разборе предложили хороший интересный ход. Связанный с таким хане. Вот, смотрится действительно очень хорошо, как мы в итоге решили. Вот, непонятно, что делать дальше белому. Если играть как-то так, то группа все еще не живая. А камни слева уже ослабли. Неприятно. Вот, если как-то прилипать, то же самое. Очень приятный результат за черного мощная стенка. В то время, как у белого, все еще непонятная ситуация на левой стороне в плане жизни. Вот, поэтому, поэтому это был бы, наверное, хороший ход. Вот, тем не менее, Дмитр вот заблокировал здесь. Дальше у нее есть возможность пробить камень А в Сенте, иначе угол умрет. Вот, в целом, даже так, это очень осозненный результат получился. Потому что потенциал сверху у черного просто невообразим. Группа слева у белого все еще слабая. Единственное, что здесь белого радует, так это Сенте. Вот, дальше Артем прыгнул. Гигантский ход в рамках Фусейки. Да и просто гигантский ход. Хорошо сочетается с камнями Б и С. Дальше какой-то потенциал в Д появляется, если сходить. Вот, заглядывает в территорию к черному, в Е. Вот, так что ход очень хороший. Я бы его сам, скорее всего, и сделал. Вот, но, как показала партия, скорее всего, такой ход был бы лучше. Очень тяжело таки играть ходы. Нужна колоссальная выдержка. Вот, но вполне возможно, что именно этот ход будет правильным. Потому что в дальнейшем сразу же последует какой-то ход Фа за белых. Если черный как не отреагирует. При этом слева белый, но уже абсолютно жив. Вообще ничего ему не угрожает. До самого конца партии форма очень сильная. Поэтому, если здесь черный как-то ответил бы. Ну, хорошо, тогда белый сейчас вернется. И уже нормально. Вот, если же черный бы здесь не вернулся. Сходил бы сам где-то здесь. То неприятно. Остались слабости. Можно и в А, и в Б. И просто хороший ход в С. Наверное, даже лучше всего просто в С сходить. Вот, очень хорошие формы. У белого. Поэтому можешь себе позволить такое вторжение. Но в время как у черного. Но если его разделять в С, будет крайне неприятно. Но все же, когда ты играешь на влияние, не хочется, чтобы у тебя, твои камни разделили. И какая-нибудь с этих групп попала под атаку. Потому что таким влиянием нужно самому атаковать, а не быть атакованным. Поэтому такое у нас было исключение, что лучше всего просто прыгнуть, защитить группу и угрожать дальнейшими вторжениями. Вот, вход в партии был, ну, очень большой. Просто, ну, просто самый большой пункт в доске. С точки зрения очков, потенциала и так далее. Но, возможно, он был ошибочный, как-то не странно. Вот, объясняется это, как раз, таким ходом, что черный делает обмен в С, а на Б. Очень приятно за черного такой обмен получить, потому что сразу снизу получается хорошая формация у черного. Все крепко, белый все еще не до конца жив. Все еще придется ему как-то бежать вполне. невероятно. Какой-то надзоки в С, потом кейм в Д, и не все-таки гладко здесь у белого получится. Поэтому обменялся в Сенте, прилип. Не люблю этот же секу. Видно, я Цуки Ноби в вариант. Вот, ну, тем не менее, сейчас смотрится очень хорошо. Вот, сыграл здесь Артем. В таком ключе. Ну, вполне возможно, что... Может быть, и Касуми Ва было бы немножко лучше. Ладно, немножко спорно. Удлинился. Натыкал парочку проверочных ходов. И дальше пришли мы все же, опять же, к заключению, что лучше все здесь просто бросить. То есть, занять большой пункт, к примеру, здесь. Смотрится весьма неплохо. Большой потенциал также у белого уже появляется. Вот А, черный. Ну, все, еще осталась слабость Ва. Не обязательно ее сейчас использовать, как Артем решил в партии. И как-то и камни В усиливаются, если сходить на правой стороне косвенно. Вот, так что... Кажется, такой ход более правильный. Вот Артем решил сразу же порезать. Вот, и, наверное, это была ошибка. Порезал. Дальше соединился. Белый, черный здесь прыгнул. Так же, как и Белый удлинился. Вот, и дальше. Наверное, ход, который партию Дмитрию выиграл, это простое разрезание. Вот, возможно, Артем не заметил, что этот ход работает. Подумал, что как-то черный будет пытаться здесь сыграть. Вот, но, тем не менее, показал свои клыки, свои зубы, оскалился. Вот, и порезал. Очень мощный ход оказался. Поэтому, скорее всего, за белых это была, опять же, ошибка. Был приложен такой прыжочек. Мне вот такой нравится. Заставляет он черного как-то здесь реагировать. Вот, если черный сыграет как-то сюда, дальше у нас появляется шикарное продолжение сюда. Ими Ай. Либо А, либо Б. Вот, и очень хорошая у белых форма получается. Черный, наоборот, должен как-то о своих формах заботиться. Вот, и партия складывается в таком ключе весьма неплохо за Артема. Вот, в партии было сыграно Кейма. И это оказалось, скорее всего, проигрышным ходом. В ход, в котором Артем партию проиграл. Получил здесь, Артем, две слабые группы. А слабая, Б слабая. Они, конечно, впоследствии соединились, но вместо двух слабых получилась одна тяжелая группа, которая очень долго бегала. Которая, по сути, очков белому совсем не принесла. В то время как черный на атаки все набирал и набирал. Это все сенте. Прыгнул здесь. Вот, дальше у меня было, опять же, предложение избавиться от этого бремя. Ну, хорошо, черный здесь заберет. Но белый получит... Сколько здесь? Больше, чем 10 очков. Скорее даже где-то 14. Вот, снизу и слева у черного где-то 31 очков было. Вот, в итоге, что мы имеем? Слева белый полностью жив. Все крепко, все надежно. Дальше еще какой-то даже Йос есть, к примеру, в А. Вот, то есть у черного не 31 очков, он может быть, а чуть меньше, даже у белого может чуть больше быть. И, соответственно, белый полностью жив, что самое главное. Ему больше никуда не нужно бежать. Он уже полностью жив. Есть даже парочка кол-гроз абсолютных. Даже больше, чем парочка у белого снизу. Вот поэтому... Ну, хорошо, я соглашусь, что, наверное, за черного чуть-чуть лучше сейчас. Но, тем не менее, у белого просто нет проблем. Все крепко, все надежно. Вот, партия Артем потащил все это. Вот, но, как показала дальнейшая игра, все вышло не очень. Должен здесь белый спасаться, бежать. Все это время мешают ему строить глаза. Забрал черный слева всю территорию. Как вы помните, показывал я прошлый вариант. В таком ключе у белого слева территория. В таком ключе всю левую сторону черный спокойно забрал. Сверху всю территорию также удержал. Забрал все эти два камня. Тоже весьма много. И вынужден здесь белый ход добавлять. Выживать. Вот. И что мы имеем? Удержал слева черный, по-моему, 28 очков. Мы тогда говорили. Сверху хусрано всю территорию почти удержал. И, что самое важное, у черного получилась гигантская стенка на всю доску. И темп. Вот, при этом, белый особую территорию-то и не получил. То есть, слева у него было 14 очков примерно, мы говорили. Сейчас у него 2 очка. Это 2 глаза. То есть, белый потерял 12. Черный почти ничего не потерял. На 3 очка у него стало меньше. Но замену получил крепкие очки сверху и стенку на всю доску. Так что, неприятно получилась атака за белых. Вот. Видит Артем, что он здесь отстает. Поэтому начинает применять интересные ходы тари. И такое прилипание, связанное с плохой формой черного, с пустым треугольником. Но здесь показал боевой дух, опять же, Дмитро. Прыгнул. Ход очень мощный, хороший. Тари. Опять же, связано с плохой формой черного. Все это прилипание. И поэтому белый как-то может бороться. Но, конечно, очень тяжело, потому что... Ну, все же у черного все более-менее крепко. Конечно, есть какая-то слабость в формах, но незначительная по сравнению. С тем, как все плохо у белого. Если же здесь черный как-то ответил, вот, то дальше белый, скорее всего, прилип бы. И обмен А на Б, ну, в принципе, совсем неплохо смотрится за белого. Вот это именно то, на что Артем, наверное, и шел. Здесь Дмитрий показал отличный боевой дух. Но, тем не менее, этим ходом он чуть партию не проиграл, на мой взгляд. Давайте просто посмотрим, что в итоге получилось. Сверху белый выживает. Выжил в этом ключе. Черный должен здесь тратить ходы на выживание своей группой, но все не своей формы. И после этого успевает белый полностью выжить сверху ходом К-18. И таким ходом он убивает угол черных. По сути, возвращает контроль над этим углом себе. В итоге получилось что? Получился такой результат. И черный что в итоге забрал? Забрал он справа некоторое количество очков. Прядка 12, если учитывать дальнейшее Йосов пункт Е. То есть там что-то типа такого получится спокойно. И как видно, не так много здесь у черного. Плюс он забрал, конечно, несколько камней А, Б и Ц. То есть это еще 6 очков. Но, тем не менее, при том, что какая-то стенка была, вышло совсем немного. Удержал белый справа всю территорию спокойно. И угол от удержал. Убил здесь черных. И все очки сверху черный потерял в районе квадратиков. Там теперь несколько очков у белых даже получилось. Вот. То есть... То есть атака, на самом деле, не так хорошо прошла за черного. Вот. Связано это прежде всего, на мой взгляд, было с тем, что не сходил критический пункт здесь Дмитрий. То есть сейчас вот просто в угол не нырять. Сан-Сан никуда не убежит. Всегда можно его успеть сходить. Кричевой пункт здесь, скорее всего, такой. Угрожает, естественно, разрезанием в А. То есть черный может соединиться, забрать все очки. И что самое плохое, у камней Б, С просто наоборот нет базы. То есть даже если отдать Атари, ну как дальше форму строить? Сюда ходить бессмысленно. Здесь на ЗОКе. И все хорошо у черного. Предположим, обмен сделали, ладно. А дальше что? Как-то прыгать. Ну хорошо, здесь опять ударят по форме. Хорошо, можно сделать такой обмен. Все это очень тяжело. Очень печально. И даже если здесь белый выживет, вот намного больше будет у него потерь, потерь постоянно, чем с партией. А что самое плохое? Черный всегда может успеть в вас ходить. Потому что если белый сам сюда где-то заходит, ну тогда все, просто без всяких Адзи. Черный убивает группу сверху. И игра моментально заканчивается. Потому что тут просто белому уже негде строить очки, чтобы догнать черного. Ну все, игра тут же моментально будет окончена. Вот, так что, на мой взгляд, надо было все же играть кейму. Угол был занят слишком рано. Вот, и чуть партию от этого Дмитрий не проиграл. Результат получил довольно близкий. 4,5 очка. Черный выиграл. Вот, но если брать вот эту позицию, то мне кажется, здесь не 5 очков разница, а намного больше. Уж слишком все слабо у белого. Не хватает ему очков. Вот, с этой группой очень долго мучиться. Черный на таке все равно что-то получит. Вот, так что... Так что, мне кажется, в таком ключе было бы несколько интереснее. Так, хорошо, с этой партией мы закончили. Следующая партия это Богдан Журавловский против Артема Кочановского. Анонсировать эту партию можно так. Если не знаешь какой-то вариант Джосеки, какую-то Джосеку, точнее, Джосеки, то лучше этот вариант просто-напросто не играть. Вот, в этой партии была сыграна большая лавина, большое надары. И Артем на удивление очень быстро в ней ошибся. Почти первым ходом. Вот, от этого Богдан должен был получить большое преимущество, но ошибся в ответ и... И не получилось у него воспользоваться ошибка Артема. Тем не менее, хочется это разобрать. Сразу же первая Джосеки это большой надары, чтобы никому не было скучно. Артем, соответственно, играет черными, Богдан играет белыми. Вот до этого момента все нормально, это Джосеки, всегда так играется. Вот, но после этого, после этого обычный черный совершает этот обмен в сенте, должен здесь белый вернуться, добавить в ход, чтобы его не съели. Потому что если белый пробьет весь камень, то получается, что у обоих как бы мощная форма, но у черного очень большой угол в придачу. Поэтому это объективно в пользу черного. Притом стоит, что это еще и угол белого было изначально. То есть, очень хороший результат. Поэтому здесь должен белый отвечать. И только после этого отвечает черный здесь. вытягивает камень. Дальше белый играет такой ход. Ну, обманул. Да, обманул. Белый, конечно, играет сюда. Черный проводит, к примеру, такой обмен в сенте. Либо сразу сюда. Напомним сразу сюда. Белый, соответственно, защищается. И после этого совершает такой обмен в современной джесеке. Обычно здесь белый отвечает. Дальше. Что-то типа такого происходит. Либо так, либо так. Обычно так. Ну и дальше как-то разыгрывают. Вот это такое более-менее современное джесеке. Раньше было популярно сразу играть Атаре здесь. Вот. Но слишком здесь неприятно делать что-либо дальше. Потому что если как-то сюда ответить, формы нет. Вот. Либо можно сразу даже сюда. Нет, сюда нельзя. Да. Либо можно соединиться. Должен как-то белый, черный реагировать. И опять же, очень неприятно Атаре здесь дальше последует. То есть, вся разница в том, что вот эта Атаре слишком неприятно получается. И поэтому черный его допускать не хочет. Вот я не специалист по большому на Атаре. Так, какой-то базовый вариант знаю. Стараюсь у джесеку сам не играть. Вот. Это я делаю правильно. Потому что джесеке я это знаю плохо, поэтому я его не играю. Артем, видно, что его тоже не совсем знал. Не знал правильную последовательность. Но тем не менее, решил сыграть. То есть, сделал неправильно. Сыграл он сразу удлинение. Ну и разумеется, белый тут же просто-напросто убил эти два камня. То есть, обмена А на Б совершенно не было. Вот. И от этого у черного возникают проблемы. То есть, и камни С слабые, и у камней Д. Д формы все еще нет. Ну и разрушающий камень Е, разумеется, никак не поймать. Совершил здесь обмен. Но уже почти бессмысленно. Угол у черных мертв. Без Ади, без ничего. Удлинился здесь Богдан. Все правильно. Вот. И дальше. Обычно такой вариант следует. По форме. Отвечать черный обязан. Эти камни отдавать вообще никак не хочется. Улучшаем форму белым. Ухудшаем форму черным. Забираетесь белый камень. И дальше. Черный особо выбора-то и нет. Дальше что-то типа такого следует. Двойное ХН. Черный выживает. И белый берет камень в лесенку. Лесенка работает за белого. Все нормально. В итоге получается, что территория сверху у черных объективно в разы меньше, чем территория белых в углу. Если сравнить по плотности, то слева у черных еще непонятно что это. Это слабая группа? Или что? Ну, стенка это, конечно, никак не назвать. Но выбор между слабой группой и сильной группой, соответственно. То есть такая себе ситуация. В тремя как у белого, ну, стенка просто-напросто на всю доску. Да, конечно, там конселатор-брекер потом последует. Но, тем не менее, очень мощная позиция у белого. Как-то нейтрализуется, правда, камнем в углу. Но, тем не менее, ничего плохого, ничего дурного в таком варианте за белого нет. За счет того, что ну, очень мощная, шикарная стенка. Ну, а также тут есть какой-то вариант с коборьбой. Я его не совсем помню, если честно. По-моему, тут двойное ХН играется. Вот где-то здесь коборьба зарытая. Вот, ну, в партии Богдан сразу же порезал. Вот, но это вышло, наверное, ошибочно. В итоге у белого центральная группа очень ослабла. У черного, в принципе, тоже слабая группа. Но, если стоять на территорию, то слева у черного уже какие-то очки есть. У белого какие-то очки сверху, конечно. Но, что самое важное, у черного темп. Прыгнул здесь Артем. Ход очень красивый. Казалось бы, режется, но разрезание это мин то, на что черный и рассчитывал. Богдан попал в ловушку. Жертвует здесь камень. За счет Адди камня сверху Е17 черный может бороться пустым треугольником. Как мы знаем, пустой треугольник всегда Тасудди. Вот, выбегает здесь черный. И белый должен совершать все эти неприятные обмены, которые черному только помогают. Потому что что? Потому что у черного всегда есть Адди, связанная с этим ходом. Должен здесь, естественно, как-то как-то реагировать белый. Вот, опять же, должен здесь толкать, потому что если он толкать не будет, например, он где-то спасанет. Но тут дальше последует разрезание благодаря камням Е18, который прекрасно работает. И дальше такой ход. Должен здесь белый отвечать. В итоге территории сверху не так много. А взамен белый получил слабую группу раз, слабую группу два. И что самое важное, вот это все смотрится весьма неплохо уже за черного. За счет того, что два камня в центре отрезаны, очень слабые. Поэтому белый здесь бороться просто-напросто не может. Компенсация в виде территории недостаточно. Так что вынужден из белого толкать дальше. Но это очень неприятный обмен, опять же. То есть очень сильно слабели камни А, тем самым слабели группу С. Вот эта территория сверху, она составляет порядка 30 очков. Это совсем немного. А у черного потенциала стало на правой стороне просто огромное количество. Скажем так. Вот и что самое важное, есть стиль для атаки. Богдан здесь кайни потянул. Вот, но как Миша Свердловский заметил, с двумя зайцами погонишься, этого не поймаешь. Соответственно, хочет Богдан спасти обе свои группы. И группу А, и группу С. Вот, но ошибочно это решение. Слишком тут слабо, чтобы как-то бороться. Вот, тем более, когда черный уже так усилился и слева, и сверху. Поэтому здесь вход один. Все это жертвовать. Здесь черный как-то бы камень эти добирал. Либо таким входом, либо каким-то таким. Но как-то камень бы добирал. И убил его темп. Спокойно можешь сыграть на правой стороне, или на нижней стороне. Какари к углу. Может быть, Шимари построить, как-то тоже хорошо смотрится. Сразу какое-то потенциальное разрезание в А. Или просто прыжочек в Б. И там черный уже и без базы может остаться со временем. То есть, просто занять большой пункт дальше хочется. Вот у белого более-менее крепко уже в центре. Ну, более-менее. И нормально, адекватно. Вот, тут Богдан потянул. В итоге усилил группу в центре справа, ослабил левую группу. Защитил эту группу, ослабил эту группу. Вот, а черный и рад. Все плотности у него работают. Две слабые группы у белого в итоге. Вот, и здесь Богдан камень пожертвовал. Вот, но это 20 очков сразу же. У белого сверху было 30. Черный уже получил в центре 20. Слева у него там десяточка тоже нашкребется. То есть, по территории все нормально. Ослаб, конечно, камень А. Вот, но это не такая большая потеря с учетом того, что камни Б, ну, очень слабые. И у черного в округе все настолько крепко, что этим камням, ну, приходится очень тяжело. Надо здесь ход добавлять, потому что если как-то ход не добавить, то вот это все еще может и в слабую группу как-то превратиться. Ну, плюс-минус. Или хотя бы так тоже здесь еще реагировать. И черный уже с нормальным углом, достаточно большим, абсолютно живым, может чувствовать себя просто прекрасно. Вот и группа в центре, разумеется, все еще слабая. Можно на атаке все еще получать очки. Все приятно. Усиливается здесь белый. вот, но успевает Артем занять ключевой пункт. Здесь работает разрезание. Пустой треугольник, как обычно, это судя. Казалось бы, слабая здесь позиция у черного, много разрезаний, но но все более-менее крепко. Вот, и три камня, которые пустой угол, к сшению никак не ловятся. После этого партия закончилась, Богдан сдался. То есть центр полностью мертвый, обе группы. Компенсация сверху, ну, совсем недостаточная. Вот, так что попался вначале Артем на Большом Нодаре, в самом его начале. Вот, но не смог Богдан этим воспользоваться. Порезал здесь. Сто и усилил черного. Вот, все же Нодаре, оно завязано именно на том, чтобы бороться. То есть Нодара, Джосека, которая создана для таких активных игроков, для бойцов, которые любят считать варианты, любят драться. Вот, а Богдан просто забрал сверху территорию, оставил свой центр. Дальше опять же порезал, опять же оставил свой центр. И бороться с такими слабыми формами уже никак нельзя. Так что партию достаточно быстро здесь Артем дальше выиграл. Вот, но тем не менее было интересно увидеть, что как-то не знает Артем Нодаре. Тем не менее пошел. Вот, заметил за сильными игроками. Стараются они не играть в сложные Джосеки. По крайней мере европейские мастера, потому что Джосеки как всегда можно обмануть. Вот, чем к примеру Дмитрий Сурин часто пользуется против Ильи Шикшина. То есть все те партии, которые Дмитрий выигрывает, обычно как раз происходит на том, что он где-то обманывает либо Фусеки, либо Джосеки. Потому что потом с Ильей очень тяжело бороться. Так что сильные игроки обычно страиваются на тяжелые Джосеки не идти. Так, осталась у нас одна партия. Партия Скоба Рона играет Андре Силт белыми, черными играет Лукаш Патпера. Сильная японская школа Фусеки у Силта. Сыграл Фусеки Шусаку. Особо Фусеки разбирать не будем. Сразу перейдем к интересному моменту. Так, мельком покажу. Выживает здесь белый. Справа территорию удержал. Все нормально. Порезал, взял Пануки, отдал два камня в обмен. Пока все нормально. Без особых ошибок явных. Дальше прилип. Построил здесь белый форму. И дальше такой вход. Ход, казалось бы, абсолютно правильный. Тоже, скорее всего, сыграл. Черный здесь напрашивается таким ходом на неприятности, потому что дальше два стандартных хода, которые в партии были сыграны. Создают они две точки разрезания. Разрезание Ва, разрезание ФБ, то есть как бы должны быть у черного проблемы по ощущениям. Но как-то не получилось. Вот в партии читала комментарии транслятора, говорил он о том, что сил здесь сидит, улыбается, все довольны, как-то это рад формам, там что-то весело обсуждает с Лукашем. Вот, но понравилась ему позиция, чувствовал, что за него все хорошо, в принципе, согласен, кажется, что у белого все хорошо. Дальше очень мощная счетная работа от Лукаша проделана. Такое прилипание коварное, связанное с плохой формой белых. Он должен здесь соединяться и черный успевает вернуться, сетит камень. Все, сэнто. Дальше белый строит кошку в форму и черный находит просто хороший ход, отличный, единственное верный. Если бы он здесь полз, то в любой момент белый просто его порезал и форма черного быстро рассыпается здесь. Вот, если же на пункт дальше, то же самое, просто порежут. Поэтому нужно тянуться, тянуться, и белый просто успеет вернуться первым к углу и убить его. Вот, слева белый уже жив, уже все достаточно, пространство ему на такой ход просто сюда, ну и внутри четверка. В итоге у черных умирает угол, который был изначально, их у белого в центре все более-менее крепко, вот, и компенсации за черного особо нету, чтобы сохранять баланс в этой игре. Вот, поэтому так играть нельзя, нашел Лукаш хороший ход, прыжочек должен здесь белый вклиниваться, и сейчас уже разрезание не работает, это у нас цента, и камень забирается в лесенку, вот, и не хватит здесь белому дамы, чтобы как-то с углом соревноваться, поэтому нужно делать такой ход, брать камень, и черный строит тигреную пасть. Дальше силд, видимо, уже чувствовал, что что-то его где-то здесь обманули, получилось как-то нехорошо, и пошел на боевой вариант, связанный с вкидыванием. Вот, ну, мне кажется, правильный ход все же просто выжать, через А4, группа у белого здесь снизу уже жива, ничего не угрожает, потому что есть такой ход, сюда играть нельзя, потому что, вернее, можно, но бессмысленно, нужно играть в Ан3, и белый выживает таким ходом. Сюда, разумеется, играть нельзя, дома тут нету, либо такой, либо такой, либо такой, то есть, соединяться нельзя, все это умрет. Поэтому у белого здесь группа более-менее жива, не должен здесь белый больше тратить ходы, вот, и остались все еще слабости какие-то, вкинуть можно, потом сразу последует ход Б, вот, и, и нормально. Вот, ну, кажется, похуже, наверное, чуть-чуть за белого смотрится, но, тем не менее, это лучше, чем то, что получилось в партии. Давайте сразу вернемся, как мне кажется, было здесь правильно сыграть изначально. хочется вот здесь вот просто все это пожертвовать. То есть, таким ходом. Дальше что делать? Вход только один, оттаре, белый здесь соединяется, вот, ну, черный играет в таком ключе, к примеру. Дальше либо такое прилипание, либо какой-то такой ход. Просто эти камни скармливаются. Что-то типа такого, возможно. Либо что-то типа такого. Возвращается здесь белый. Вот, снизу, как мы смотрели, белый уже более-менее жив, опять же. Здесь как-то сюда, понятное дело, спокойно здесь белый выживет. Вот, то есть, проблем с жизнью снизу нет. Вот, а слева получается хорошая стенка, весьма достойная. Вот, по очкам, если смотреть, то территория белых справа, ну, по факту, она компенсирует территорию черных снизу справа и в углу снизу слева. Ну, плюс коми там еще. Поэтому, как-то более-менее ровно. Очки сверху белого тоже какие-то есть. Но, что самое важное во всем этом результате, вот эта плотность, она, разумеется, принесет большое количество очков. То есть, спокойно здесь белый может продолжать игру в таком ключе. и как минимум здесь ровно. Нормально, адекватная позиция. По очкам все нормально. Слабости у белых особо нет. Вот, и как следствие, совсем непонятно, кто еще выиграет эту игру. Вот, но сил решил обострить, пошел здесь на такой вход. Очень остро сыграл. Лукаш очень красиво здесь все посчитал. Вот, и вместо такого хода на выживание пошел сил на коборьбу. Такую вот. Очень много когроза обоих в верхнем правом углу. Давайте просто пролистаем. Одно время нет всякий сетка борьбы. Ну, неплохое это решение за черного, потому что знаю, что у него и когроз больше, и теперь много когроз на верхний левый угол появилось. Так что смело здесь отыграл. И у пилого когроз явно меньше. И таким ходом он нанекает на то, что хочет убить черную крупу сверху. А то не так много у него пространства для жизни. Не совсем понятно, выживет она, не выживет. Вот я особо не считал. Вот если кто-то из супер высоких данных подскажет, живет или не живет, можно ли как-то убить, буду, конечно, очень признателен. Вот. Уход такой нацеленный на убийство, потому что когроз уже не хватает, очень много уже белый потерял, он в центре ослаб, и слева все очки отдал, и поэтому либо он выигрывает к борьбу, либо он что-то убивает. Вот, к борьбу он же выиграть не может, когроз меньше, поэтому черный здесь защищается, и дальше черный выживает таким ходом, но не согласен с ним. Предложил я в это воскресенье слушателям. Такой ход связан с чем? С тем, что дальше А с черных есть, то есть если белый как-то пасует, то черный играет сюда, и дальше у черного такая локальная угроза появляется. Если белый здесь убивает, то очень большие потери справа у белого тут же, дальше сразу какое-то разрезание либо ва, либо вб появляется. Очень неприятно, очень много очков отдал, все ослабло, вот и приятное возможно продолжение появляется. При этом если белый как-то защищается, вот, то черный же ход не обязан тратить, может вернуться сюда, как-то усилить эту форму, чтобы точно ничего не было. В углу ничего нету. Здесь Атари соединяться нельзя, потому что это все Дамо Цумари. Не вхотает здесь белому Даме. То есть если как-то так соединяться, то такой вход. Сюда играть опять же нельзя, это сама Атари будет. Вот поэтому после такого хода черный как-бы уже жив, но при этом осталась кубарьба, то есть разница в целый ход, ну, в пол хода ладно, Здесь Силт нашел очень интересный вариант, прилип здесь, вот, но дальше сходил такой вход, и Лукаш здесь таким входом полностью выжил. Дальше последовала лесенка, и тут сдача, то есть соединяться нельзя, просто позиция разваливается. Домой совсем нету белого. Вот, как следствие, скорее всего, такое прилипание было ошибочным, если бы здесь был такой ход, то на самом деле не совсем понятно, выживет здесь черный или нет, нужно внимательно посчитать, желающие могут посчитать и сообщить мне результат, тем не менее это как минимум это еще интересно. Вот, и соответственно все это из того, что просто не захотел здесь сил жертвовать, захотел здесь порезать, вот, и как следствие партию проиграл. Вот, можно было на самом деле задуматься над тем, чтобы просто получить как-то нельзя, просто сразу пожертвовать, ничего плохого в этом нет, нормальная, адекватная позиция будет у белого. Вот, так, чтобы проиграл силу эту партию, вместе с ней проиграл всю серию, то есть, он сравнял во втором матче до счета 1-1, но потом проиграл две игры подряд, то есть, если бы эту игру он выиграл, ну, или хотя бы сыграл в том ключе, то у него все шансы выиграть еще были бы, сохранились бы, и вполне вероятно все решалось в пятой игре, вот, но, к сожалению, так пятая игра даже не состоялась. Вот, тем не менее, очень хорошо сыграл Лукаш, очень хорошо считает, очень внимательно, сосредоточенно, есть интересные ходы у него, так что, чувствую я, что за ним большой, что у него еще большой потенциал, что вполне возможно скоро, может быть, через несколько лет, стабильно будет ходить тройку на чемпионатах Европы. Но это мое личное мнение, верю в этого парня, с ним, разумеется, можно не соглашаться. Так, на этом все, надеюсь, что следующие лекции буду записывать сразу, опять же, повторюсь, когда происходит обсуждение, мне как-то намного веселее, намного живее все это происходит, и, естественно, и зрителям интереснее, вот, но все, чтобы материал не пропадал, решил записать в оффлайн-режиме, надеюсь, понравилось, вот, ну и до встречи в следующее воскресенье, то есть, это 13 декабря, насколько я понимаю, буду ждать, приходите, спасибо, всего доброго.